12 объектов из Самарской области номинированы на национальную туристическую премию, которая призвана определить все самое лучшее в мире путешествий от отелей и курортов до национальных блюд и эко-маршрутов, а заодно открыть новые точки на туристической карте. Все заявки прошли тщательную модерацию, но окончательный выбор за читателями. Победителей определит народное голосование, которое продлится до 31 октября. Поддержать проекты Самарской области можно на сайте премии. Для того, чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться. Голосовать можно каждый день, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести Створянской. В рамках досрочных выборов губернатора Самарской области начала работать горячая линия по вопросам избирательных прав граждан. О проблемах и нарушениях избирательного законодательства можно сообщить по телефону 8 846 337 29 03. Выборы губернатора Самарской области пройдут с 6 по 8 сентября, информирует телеграм-канал Железнодорожного района. Как признать садовый дом жилым и наоборот, разъясняет телеграм-канал Красноглинского района, заявление можно подать на портале госуслуг. Но перед тем, как подать документы на перевод, например, садового дома в жилой, необходимо провести техническое обследование, которое подтвердит, что дом надежно безопасен. После отправки заявления нужно дождаться решения администрации о признании или об отказе в признании садового дома жилым. Этот процесс занимает не более 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Результат предоставления услуги поступит в личный кабинет на портале госуслуг.